Норильские новости Норильские новости Вице-президент компании Норникель Николай Уткин, а также полиция и ФСБ Руководители обсудили работу по профилактике правонарушений среди мигрантов, прибывших из Северного Кавказа Одна из главных тем обсуждения стал инцидент, произошедший 27 апреля на Театральной площади Две группы людей затеяли массовую драку Полиция задержала более 20 человек Дмитрий Карасев подчеркнул, такие конфликты недопустимы Раз такая ситуация складывается, ежемесячно запланируем себе собирать диаспору под моим председательством И дальше уже с ними должны принять решение по поводу проведения профилактических различных мероприятий Уже в самих диаспорах администрация здесь должна занимать ключевую позицию Позицию компании в данном вопросе озвучил старший вице-президент Норникеля Николай Уткин Она прозвучала жестко Мы проявляем нетерпимость к таким ситуациям Более того, я считаю, важно, чтобы градообразующее предприятие в этой ситуации Конкретно случившееся, показало свою принципиальную позицию не словами, не сюжетами, а делом Соответственно, лица, их там 3 или 7 человек, которые являются нашими работниками Они должны быть уволены в кратчайшие сроки Поэтому особое внимание будет уделяться профилактике подобных правонарушений Сегодня в городе проживают представители 70 диаспор Действует консультативный совет по делам национальности при главе города Проводится большое количество национально-культурных мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия Полицейские постоянно на связи с представителями диаспор Есть и новые предложения по улучшению ситуации Поступило еще предложение проводить рейды из числа старейших по городу Норильскую И предлагается, например, пятница, суббота, воскресенье, в вечернее время Чтобы старейшины обходили центральную улицу или площадки массового пребывания Видя своих земляков, с ними проводить какие-то беседы Дмитрий Карасев подытожил, чтобы снизить напряженность Необходимо разработать и реализовать комплекс мер по работе с национальными диаспорами А также внедрить муниципальную программу по социокультурной адаптации граждан Этим займутся в ближайшее время По поручению Дмитрия Карасева, заместитель главы по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов Провел встречу с представителями диаспор Также, как и администрация города, вы категорически осуждаете подобное проявление насилия И оно никак не связано с теми ценностями, которые мы с вами вместе прививаем Норильск – это дружеский город, где нужно жить в согласии всем национальностям Так, как это присуще в нашей многонациональной стране Представители диаспор солидарны – надо жить в дружбе Я тоже поддерживаю вас Будем стараться, чтобы мы здесь жили дружно, чтобы была сплоченность, несмотря на нации, на вырисковидование Тоже будем стараться Если вы являетесь представителем, скажем так, иного народа на какой-то локальной территории На вас очень высокая ответственность, потому что по вашему поведению судят в целом народа То есть вот эта мысль, она должна быть как красная нить Это всегда будет в голове То есть прежде чем совершить такое действие, нужно, прежде всего, об этом подумать Маргарита Юрова, Норильские новости Расселение аварийного дома номер 14 по улице Московской завершается Однако власти города столкнулись с неожиданной проблемой Уже в расселенных квартирах стали пропадать пластиковые окна и входные двери Людмила Кожевникова разбиралась, кто это делает и как это может повлиять на здание, в котором еще проживают несколько семей Активная фаза расселения жильцов аварийной Московской 14 завершилась на прошлой неделе Сегодня из 57 семей переселены уже 53 Из оставшейся 4 семьи, из них одна семья на сегодняшний день, местонахождение ее неизвестно Три семьи физически проживают в жилом доме Они уведомлены об опасности нахождения в жилом доме Значит, две семьи из них обещали переселиться Им предоставлено временное жилое помещение, обещали переселиться до субботы Еще одна семья оставшаяся планирует переселиться 15 либо 17 мая На сегодня власти города столкнулись с другой проблемой В уже опустевших квартирах стали пропадать целые оконные блоки и входные двери Кто разбирает так называемый периметр здания, мародеры или сами бывшие жильцы, сейчас выясняется Когда человек покидает квартиру, он собирает с собой вещи, вывозит мебель, домашнюю утварь А потом, глядя на пластиковое окно, думает Но ведь когда-то же я его установил, я за него заплатил Соответственно, я могу его снять и увезти с собой Но, как оказалось, по закону этого делать нельзя Оконный блок – это часть жилого помещения За жилое помещение выплачена рыночная стоимость, которая произведена независимым оценщиком И после того, как проживающий гражданин получает возмещение за изымаемое жилое помещение Оно полностью переходит в муниципальную собственность Администрация города Норильска рассматривает это как хищение муниципальной собственности Мы собираем документы и планируем обратиться в ближайшее время в правоохранительные органы Кроме того, погода в Норильске пока нестабильная И отсутствие окон может привести к выхолаживанию дома Теперь, чтобы избежать подобного мародерства, администрация города приняла решение Квартиры, из которых уже выехали, опечатывать и поставить под круглосуточную охрану Для того, чтобы предотвращать имеющиеся случаи вандализма Администрации города Норильска выделены средства на охрану здания по Московской 14 Заключен договор с неведомственной охраной и ведется круглосуточная охрана здания Вблизи дома расположен автопост, где постоянно находится охранник И сообщает заказчику, в данном случае МКУ ЖКХ, о проникновении в дом лиц И если имеются случаи, когда выносят окна, двери Автопост простоит у Московской 14 до полной консервации всего здания Позже окна первых этажей будут закрыты, а дом огражден забором Людмила Кожевникова, Андрей Дудаев, Норильские новости 2020 год бросил вызов всему человечеству новой болезнью Уже почти не осталось людей, которые не столкнулись с последствиями эпидемии Татьяна Понимаченко одна из них, переболела прошлой осенью 26 октября мне показалось, что я просто простыла в прошлом году Но уже 2 ноября по КТ, по результатам обследования было установлено Что у меня ковидная пневмония с 22% поражения легких В течение трех дней пропало обоняние, а в течение недели пропали все вкусовые ощущения Не спадала температура, мучили нарушение сна и постоянную усталость Состояние не из лучших, потому что оно приводит к некой даже депрессии Потому что ты не понимаешь еще когда-нибудь, ты услышишь, как пахнут твои духи Сможешь ли ты понять, какая на вкус твоя любимая овсянка на завтрак Таких ощущений не было два месяца Но даже сейчас, после выздоровления, организм еще не полностью восстановился А после обследования у врачей стало ясно, что даже после болезни антител к вирусу не выработалось В апреле Татьяна Понимаченко прошла диспансеризацию, которая показала, что противопоказаний к вакцине нет Но есть шанс повторно заболеть Чтобы не повторилась такая ситуация, конечно, я считаю, что нужно делать эту прививку Нужно себя защищать и нужно давать себе возможность жить в полную силу Врачи сразу предупреждают После вакцинации может появиться аллергическая реакция, повысится температура Но, к счастью, обошлось без побочных эффектов После прививки в течение пару часов, наверное, было небольшое недомогание, подташнивал Других побочных эффектов нет Сегодня с удовольствием проснулась вовремя, пришла на работу От прививки в любом случае вреда меньше, чем от болезни Поскольку с болезнью мой организм справился, я уверена, что справится и с прививкой От этого станет только лучше Сегодня все больше горожан смело идут к выработке коллективного иммунитета В Дориске для этого необходимо привить не менее 60% от взрослого населения А это 80 тысяч человек И чем быстрее мы достигнем этой цели, тем быстрее победим коронавирус Светлана Кудрышова, Александр Вори, Андрей Дудаев, Норильские новости Сегодня же ряды привитых норильчан пополнил и председатель городского совета депутатов Александр Пестряков Как и положено, перед вакцинацией Александр Пестряков проконсультировался с терапевтом и прошел осмотры врача Измерение температуры и давления, уровня сатурации, прослушивание легких Противопоказаний для прививки нет, поэтому следующий кабинет прививочный Председатель горсовета получил первый компонент вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК О важности прививки он говорит не понаслышке, зная о серьезности коронавируса Я в октябре переболел, мне не понаслышке известно, какие могут быть последствия у болезни То есть у меня был весь набор и повреждений легких и все Поэтому лично считаю, что последствия от ковида могут быть значительно сложнее и хуже, чем предполагаемые какие-то побочные эффекты от прививки Поэтому прививаться считаю нужно, мы обязаны, моя работа связана с общением с людьми Поэтому забота о тех, кто меня окружает, в первую очередь, с кем я работаю, с кем в быту общаюсь, обязывает меня такую прививку поставить И призываю всех норильчан присоединиться к моему примеру и не затягивать Напомним, вакцинация проводится в четырех медучреждениях Также работают выездные бригады медиков, которые прививают работников крупных предприятий Норильчане и самостоятельно записываются на вакцинацию, позвонив в поликлинику либо через портал госуслуг, выбрав удобное для себя время Весь апрель это активная вакцинация населения Мы, конечно, готовы это и в большем объеме вакцинировать Хотелось бы поблагодарить наш медицинский персонал, потому что самая большая вакцинация в Норильском промышленном районе Это было 576 вакцинированных за одни сутки Это огромная цифра К настоящему моменту вакцину от ковида в Норильске получили 17,5 тысяч человек И количество привитых постоянно растет Ольга Ерохина, Александр Вуори, Норильские новости Об акции телеканала Норильск ТВ «Я помню, я горжусь» приуроченной ко Дню Победы написали в российской газете Напомним, в течение двух недель наша редакция записывала небольшие сюжеты о героических предках наших горожан Сегодня их уже можно увидеть в эфире нашего телеканала Идейным вдохновителем и организатором акции стала главный режиссер телеканала Норильск ТВ Оксана Винер Поскольку появилась информация о том, что во многих российских городах акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате Мы решили предложить норильчанам рассказать о своем предке, воевавшем во время войны О своем герое с экрана телевизора Многие откликнулись норильчане, они приезжали к нам в студию Записывали мы их у нас в павильоне Это все было очень трогательно И многие истории пробирали до слез и до мурашек Завтра в городском центре культуры пройдет фестиваль труда Представители современных востребованных профессий и новых нестандартных направлений Расскажут и покажут, в чем заключается их работа Так в малом зале пройдет лекции по анимации, актерскому мастерству, робототехнике Кроме того, пройдут различные мастер-классы по ритмике, пению, искусству фотографии Будут работать благотворительная выставка продажа мастеров фестиваля ручного труда и ремесел Лавка заполярных чудес Начало мероприятия в 13.00 Подробное расписание всей программы уже выложено в социальных сетях В инстаграме городского центра культуры Каждый может посмотреть конкретно по времени, что ему интересно И прийти Вход у нас свободный на мероприятие Поэтому мы ждем всех Ну и соответственно возрастные категории тоже не имеют значения Потому что для всех возрастов найдется чем заняться У нас на этом все Следите за нашими новостями на сайте Norilsk.tv В студии был Тимур Федосов Я с вами прощаюсь Всего доброго Вакцинация сделает нас сильнее Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги Потому что это позволяет экономить время Все функции собраны в одном месте А работа построена так, как это удобно вам Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома И вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД Задолженности по имущественному и транспортным налогам Записать ребенка в детский сад Или назначить приему врача Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала Включая получение загранпаспорта и регистрацию авто А также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России Госуслуги. Проще, чем кажется